Эта жизнь во Христе дает нам защиту, дает нам стабильность. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Хорошо, дорогие, мы идем дальше. Хотел сегодня говорить и ободрить вас такой темой дерзновения и защита в призвании. И очень важно понимать, что те, кто призван по его изволению, все содействует ко благу, а значит, есть и защита. Где есть защита, там есть дерзновение, потому что незащищенные люди, они нестабильны, они колеблемы. Как мысли колеблются, так и жизнь колеблема. Знаете, защита Божья, она заключена в том, что кого Бог призвал, того Он и снарядил для исполнения этого призвания. Именно предназначение и призвание, оно держит в Божьих руках, пока человек не исполнит предназначенное Богом. Аминь! Мы очень уязвимы, согласитесь, особенно душевно, да, особенно эмоционально. Мы не будем говорить о физических нагрузках. Мы говорим сегодня о стабильности, которую Бог дает в наши сердца, в уверенности, кто мы и к чему мы призваны. Потому что именно наши сердца ведут нас туда, где мы завтра будем. Наши сердца, они должны иметь упование и надежду от Бога. Понимаете? И это очень сильно зависит от того, как мы воспринимаем Бога, как мы воспринимаем себя. Иисус спрашивал у учеников, за кого люди почитают Меня. То есть, за кого, кем они считают Меня. Это Он спрашивал не для своего самоутверждения. Он спрашивал для того, чтобы ученики задумались, кто такой Иисус. Правильно? Тогда, когда ученики видят в Иисусе, как одного из учителей, хорошо, вот ты лучше, чем тот учитель. Или из пророка, вот ты лучше, чем тот пророк был. Но когда они увидели, что это Сын Божий, тогда утверждение пришло в их жизнь. Сам Сын Всемогущего Бога теперь за нас. Кто может быть против? Вы понимаете? Именно это утверждение, осознание того, что Бог за нас, кто может быть против, утвердило учеников ходить с Ним и бросать те вещи, которым они были прилеплены. И оставив все эти, последовали за Ним. То есть есть вещи, к которым мы прилепляемся, на которые мы надеемся. На определенные вещи, на определенные инструменты, на определенные обстоятельства. Мы надеемся. Но пока мы на них надеемся, для нас Иисус, Он лишь кто-то из тех перечисленных. Кто-то слово какое-то сказал, о, Иисус меня научил. Или какое-то пророчество услышал, Иисус мне пророчество дал. Но кто для тебя Иисус? И сегодня мы говорим, кто для тебя Иисус? Не просто где-то кто-то, но кто ты в Нем? А раз ты в Нем, значит ты тоже Сын. Потому что Отец видит тебя Сыном. И раз Отец видит тебя Сыном, значит привилегии Сына ты уже имеешь. Ты понимаешь? Тебе не надо завоевывать, тебе не надо балами какими-то заслуживать, тебе даже не надо послушанием заслуживать, как в Ветхом Завете. Мы читали в прошлый раз Римлянам 5.17, что о те, которые приняли обилие благодати и дар праведности, они, только они будут царствовать в жизни. Ты понимаешь? То есть позиция дерзновения, она приходит к тем, кто не победил грех. Иисус победил грех. Тебе не надо с грехом бороться, тебе нужно быть во Христе, который победил грех. Ты понимаешь? Эти вещи, они доступны тем, кто принял обилие благодати и дар Божьей праведности. Поэтому осознание божественной праведности в себе и принятие Божьей благодати в себе, оно дает дерзновение. Дерзновение царствовать. Римлянам 5.17 мы в прошлый раз читали. Сегодня я как утверждаю это, потому что именно во Христе мы имеем это дерзновение. Именно во Христе мы имеем эту защиту. Поэтому ученики, когда собирались вместе, они молились. И когда они молились, они исполнялись Духом Святым. Деяние 4.31. И по молитве их место поколебалось. И исполнились Духа Святого. И говорили Слово Божье с дерзновением. Смотрите, дерзновение не пришло до молитвы. Дерзновение пришло тогда, когда они молились и исполнились Духа Святого. И Дух Святой им напомнил то, что Иисус говорил. Иисус ходил, утверждал, утверждал, утверждал. Да я утверждаю вас, да я ставлю вас, да я вам даю власть. Он постоянно их утверждал. Но это все слова, которые они слышат. Утверждение дается Духом Святым, исполнением Духом Святым. Принятие Духа Святого. Ты видишь, кто такой Иисус. Ты видишь, кто такой ты во Христе. Ты понимаешь? И это дерзновение, и это защита, которую мы принимаем во Христе. Тебе не нужно себя прокачивать, говорить, я сильный, я смогу, я сильный, я смогу. И там написано, слабый скажет, я силен. Да я уже тысячу раз говорю. Да я уже тысячу и один раз говорю. Я силен. Не отсюда, не от повторения, а от утверждения, от состояния зависит дерзновение. Смотрите, ученики, почему они молились такой молитвой? Если выше вы почитаете, там же в Деянии 4 главе, они были притесняемы. Они были гонимы. Их, за кого почитали их? Ни за кого не почитали их вообще сынами Божьими. Поэтому их гнали. Понимаете? И когда они видят гонение, они в смятении. Они не понимают, кто мы, как это так, что случилось. Ведь мы же дети Божьи. И когда они исполняются Духа Святого, и они видят, и они слышат то, что Бог им говорит, то, что Бог им дает. Они переживают божественное призвание на своей жизни. И тогда они понимают. И тогда они утверждаются в дерзновении. Утверждаются в слове. Ты понимаешь? Именно утверждение в Божьей истине, в Божьем слове, оно и дает эту защиту. Оно дает дерзновение. Понимаете, иногда я, когда мы каждый день молимся, да, с начала войны, мы каждый день собираемся и молимся. И уже прошло, да, три месяца, и почти три месяца. И получается, каждая молитва, она приходит, и приходит утверждение. Кто ходит, он заметил, что с каждой молитвой мы, наоборот, не разочаровываемся, а утверждаемся. Независимо от того, что вечером там смотришь сводка с фронтов и так далее, что происходит, ты не в том утверждайся, ты утверждайся в Божьей истине. Именно на этих молитвах я начал себя чувствовать Божьим генералом. Да, есть те генералы, которые там воюют, и мы за них молимся, и Бог показывает свидетельство. Но именно те молитвы, которые высвобождаются в ходатайстве, они высвобождаются из духа, из невидимого, из духа. Именно там, где уже совершено, именно там, где уже утверждено, именно там, где Божья воля уже есть и совершилась. Поэтому и мы молимся, как молился Иисус, да будет теперь на земле, как и на небе. И когда ты провозглашаешь это слово, которое ты получаешь в духе, в видении, в откровении, в чувствовании от Бога, ты провозглашаешь, а потом в новостях читаешь. Это свидетельство. И ты понимаешь, кем ты после этого себя чувствуешь? Ты понимаешь, как ты утверждаешь? Потому что именно не ты это делаешь, это Бог делает. Это утверждение приходит от Бога. Поэтому каждый ходатай во время кризиса, он Богом защищен, и он Богом утвержден, и он Богом поставлен, как воин Божий, духовного воинства. Когда, где вместе с ангелами что-то происходит, потому что ангелы служебные духи, а мы тоже духи, просто мы в теле. Ангелы в теле, а мы в теле. И мы тоже служим. И когда это единство приходит в служении, в молитвах, в провозглашении, есть сила в этом. И дерзновение еще больше и больше возрастает. Поэтому, общаясь с теми людьми, которые просто, как бы, вот я не знаю, что делать, я и в церковь не хожу, и на работу не хожу, и никуда не хожу, я просто ноги поджал и жду, пока все закончится. То в таком состоянии никакого дерзновения нет, никакой смелости нет, никакого утверждения нет. В этом состоянии, в состоянии невесомости, ну, сложно находиться, потому что ты не можешь поставить весь духовный божественный мир и весь духовный демонический мир на паузу. Ты просто не можешь вот включить паузу, я подожду, вот те воюют физически, пусть воюют, вот те духовно воюют, пусть воюют, а я вне, я вне игры, я в домике, я подожду, пока все пройдет. Ты понимаешь, здесь нет пауз, в духовном мире нет пауз. В духовном мире мы должны определиться уже давным-давно, еще до войны. В духовном мире мы определены, ты понимаешь, как апостол Андрей, я где-то читал историю о том, что когда ему сказали, мы тебя распнем, как твоего учителя, он говорит, распинайте, я уже давным-давно распят. Я уже давным-давно умер. Поэтому как можно убить человека, который уже умер? Ты понимаешь, нельзя дважды убить. То есть человек, который внутри умер со Христом, он смерти не боится. Ты понимаешь? Почему? Потому что он уже перешел из смерти в жизнь, потому что так написано. Ты понимаешь? Это не просто слова, это действие, которое произошло со всеми нами. Со всеми рожденными от Бога действие смерти и воскресенье уже произошло. Вопрос только, дойдет ли из сердца в наше мышление. Поэтому, знаете, и на этих молитвах приходит, я вспоминаю, это пророчество Миранды Нельсон об Украине, когда мы были в Литве на конференции. И она вызвала нас и начала молиться за Украину. И она говорила там такие слова, что Бог снимает сейчас вот это покрывало сиротства, разрывает вот это рабство сиротского мышления. И я не знаю, она не была на Украине. Она нас видела первый раз. Понимаете? И я задумывался, откуда. Неужели мы там как бомжи были одеты? Да нет, вроде культурно самую лучшую одежду со шкафа вытянули, чтобы поехать на конференцию. И я не знаю, откуда она это увидела. Но это было. Ты понимаешь? Это было над всей Украиной, потому что да, кто-то прорвался, у кого-то что-то получилось, но большинство людей, они ходили с менталитетом сироты, с менталитетом жителя страны третьего мира. Мы где-то в конце, где-то сзади, и смотришь эти статистики, и ты думаешь, ну да, куда нам, до той Польши уже, да, куда нам, до той Германии, а тем более до Америки. И это все то навязанное рабское, сиротское мышление, которое дух этого мира заключил под один диагноз, с которым мы согласились. И после этой конференции, я помню, мышление начало меняться, я внутри, знаете, бунтовал против этого. Я не хочу быть сиротой, я не хочу быть рабом, я хочу быть тем, кем Бог меня видит. Понимаете? И это очень сложно вырываться из этого, потому что, когда Бог тебя вырывает, ты еще там не был. Сегодня время, когда мы должны понять наше призвание и призвание Украины, оно неразлучно, оно неразрывно. Потому что, знаете, не зря написано в Иеремии, и молитесь за город, в который я вас переселил. То есть, даже, даже кого не переселил, кто уже живет в городе, молитесь за него. Почему? Потому что при благосостоянии его и вам будет мир. Ты понимаешь? Здесь нельзя говорить, я вне политики, я не молюсь за государство, я не молюсь за город, я просто молюсь Богу. Так вот, от благосостояния города и тебе будет благосостояние. Это духовные законы. Теперь я вам скажу такое свидетельство. Благодаря разным конференциям, где мы были, я мог чувствовать разную атмосферу стран и городов. И моменты, которые я мог физически и духовно переживать, они ускорялись. Поэтому о благосостоянии города и о благосостоянии страны нужно молиться. Почему? Потому что именно здесь есть тоже ответ для каждого из нас. Насколько долго ты будешь ждать. Насколько долго ты будешь, скажем, в нищете, в порабощении, в каких-то безвыходных ситуациях. Почему? Потому что Божье обеспечение, оно распространяется. Как Иосиф был благословен, и Бог благословил Иосифа. И написано, и Бог был с Иосифом. Во многих местах написано, и Бог был с Иосифом. Поэтому благословение Иосифа, оно распространилось на весь Египет. Ты понимаешь? Твое благословение, оно распространяется на страну. И обратно же, благословение страны влияет на твое благословение. Бог видит каждого из нас главою, а не хвостом. Главою, а не хвостом. Не сзади, а впереди. Потому что даже если анализируя Ветхий Завет, мы можем увидеть, что позиция хвоста – это позиция под проклятием. А все, что было в Ветхом Завете, как прообраз для нас, как тень будущего. Поэтому вот эта позиция – быть главой, а не хвостом – очень сильно раскрыта во Второзаконии в 28 главе. Да, аминь. И там с 15 стиха так и сказано, что если не будешь слушать глаза Господа, то есть послушание Божьему голосу, да, должно быть, и не будешь стараться исполнять все заповеди его и постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия эти и постигнут тебя. И там в 43-й, дальше перечисляются разные проклятия. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. И это все за непослушание воли Божьей. И это очень серьезно. Это очень серьезно. Сколько бы хвост не хотел быть головою, он не станет головой. Здесь не от желания зависит, здесь от позиции. Поэтому Бог дает определенную позицию, кто во Христе. Это позиция главы, потому что Христос глава церкви. Аминь. Ты понимаешь? И послушание Иисусу, послушание главе, оно дает тебе автоматическую позицию главы. Поэтому Бог, когда говорил о благословении и о послушании с 12 стиха в Таразаконии, Он открывает, в чем заключается благословение. Он говорит, откроет тебе, Господь, добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей, время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь ты давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Сделай тебя, Господь, Бог твой, главою, а не хвостом. И будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться Господу Богу твоему. И позицию, которую Бог дает, это позиция главенства и управления. Не я, через послушание, если будешь слушать и исполнять. Дорогие, наше послушание Богу, оно нас приводит в позицию. А позиция, она дает нам уже дерзновение, смелость и защиту Бога. Это позиция во Христе. Поэтому всякое рабство, я верю, в это время, в этот сезон, когда, да, действительно всем тяжело, именно в это время и разрываются вот эти оковы рабства, оковы страха, именно в это время. Потому что если Сын освободит, то истинно свободны будете. Помните, от Иоанна написано в пятой главе, если Сын освободит, Сын освобождает. Иисус Сын Божий. И Иисус Сын Божий освобождает нас. И мы, как сыновья Божьи, теперь свободны. И мы, как сыновья Божьи, имеем право освобождать других. Мы имеем право освобождать атмосферу. Мы имеем право освобождать землю. Мы имеем право наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит нам. Это сила и власть в имени Иисуса Христа. Почему? Потому что однажды Иисус освободил нас. И мы, как свободные, дерзновенные, имеем дерзновение, и как под защитой Божьей, имеем дальше право служить служением освобождения, освобождая землю от тьмы, от всякого рабства, от всякого воровства. Да, кто-то на передовой с оружием в руках, и не зря слуга носит меч. Он носит это для тех, кто делает беззаконие, наказывающие за беззаконие. Но мы с вами духовные Божьи генералы, и у каждого из вас в руках Божий меч. И вы имеете Божественную власть. И вы имеете Божий щит, щит веры, которым угощаете раскаленные стрелы лукава, и ничто и никто не повредит вам. Потому что вы на передовой Божьей, вы воюете в духовном мире, ваша жизнь цена в глазах Бога, потому что вы есть служители и слуги нового завета. Именно нового, не ветхого, а нового. Не по букве, а по духу. Потому что дух животворит. И дух животворящий в вас. Дух животворящий в каждом из вас. Как бы ты себя ни считал, потому что Гедеон считал себя самый маленький, самый мелкий в колене. Бог так не считал. Поэтому Бог вывел его из рабского мышления. Бог выводит сегодня нас из рабского мышления. И Бог ставит нас на камне, который есть Христос. Христос. Камень Христос. Ты стоишь на нем, на камне. Не поколебляйся, не сомневайся. Камень Христос. Аллилуйя. Давайте встанем. Давайте молиться. Я верю, что то, как мы сегодня себя видим, это определяет нас, где мы. Ты в хвосте или в голове. Но Бог видит тебя уже во голове. Бог тебя уже видит управляющим, потому что голова управляет. Голова. Голова управляет, не хвост. Это то, что Бог сегодня дает каждому из вас. Голова управляет. Субтитры создавал DimaTorzok